Добрый день, уважаемые коллеги, участники 5-го Международного технологического форума инновации технологии производства. Я записал это выступление перед отлетом в командировку в Китай и постараюсь ответить, высказать свое мнение по вопросам, которые имеют тесное отношение к форсайт-сессии по передовым производственным технологиям. Но прежде всего форсайт-сессия играет важную роль для того, чтобы сверить часы, сопоставить мнения экспертов и соответственно наметить какие-то шаги на ближайшее будущее, по крайней мере, учитывая те глобальные тренды, которые не спрашивают нашего мнения, они развиваются, они идут. Среди трендах в передовых производственных технологиях в первую очередь я бы отметил это усложнение задач, которые нам приходится решать в связи с тем, что усложнение продукции это один из основных законов глобальной конкурентоспособности. Следующий момент это, конечно, уменьшение времени, которое у нас есть на принятие решений, на реализацию решений и, конечно, всегда будет ограничение по финансам. Это первый такой основной тренд, общий тренд. Второе, это, конечно же, мы когда говорим о рынках, это глобальная конкурентоспособность. Рынки глобальные, а посему, соответственно, тоже триада такая. То есть нужно очень быстро принимать решения, time to decision, нужно быстро очень реализовывать эти решения, time to execution, и нужно очень быстро постараться выводить продукцию на рынок. Time to market. Это вот, скажем, второй тренд. Третий тренд, то есть то, что я, по крайней мере, наблюдаю, это, конечно же, повышение науки емкости технологий, продукции. Наблюдаемые тренды по конвергенции и рождению новых качественных особенностей синергии. Конвергенции как инженерных специальностей, подходов. Например, это все большие тренды, связанные с движением в сторону мультидисциплинарности. Когда нам для решения технических задач надо использовать последние достижения науки, техники, технологии из разных дисциплин. Транс-дисциплинарности, когда мы переносим лучшие знания, опять-таки, технологии из одной дисциплины научной области или из одной отрасли в другую, что порождает, вообще говоря, кросс-отраслевые технологии. То есть, те технологии, которые хорошо уже зарекомендовали себя и эффективно применяются в одной отрасли, они начинают диффундировать в другую отрасль, которая, значит, пока и это направление, эти технологии не очень активно применяет. Следующий момент, который я бы, безусловно, отметил из того, что мы наблюдаем, работая с мировыми высокотехнологичными компаниями, это смещение центра тяжести в конкурентоспособности в сторону проектирования. То есть, кто быстрее вложит как можно больше интеллекта, наукоемкости при создании новой продукции, глобальной конкурентоспособной продукции, тот и побеждает. По той причине, что производство более-менее становится, скажем, у всех практически одинаковым, современным, совершенным, бережливым, быстро переналаживаем и так далее. И если мы отмечаем серьезные проблемы в производстве, то фактически мы тем самым фиксируем некий уровень отсталости от мирового производства. Дальше все это порождает, вообще говоря, ключевую характеристику любой промышленной революции. И здесь я полностью следую, разделяя мнение утверждения Петра Георгиевича Щедровицкого о том, что каждая промышленная революция характеризуется изменением технологии мышления. Соответственно, если мы занимаемся оптимизацией, улучшением, совершенствованием, уточнением и так далее, это все мы совершенствуем подходы предыдущего, действующего, скажем, технологического уклада. А вот если у нас меняется технология мышления в разработке, в построении бизнес-моделей, в цифровой трансформации бизнес-моделей, бизнес-процессов, вот это и есть основные общие характеристики четвертой, в данном случае, промышленной революции. То, чем мы сталкиваемся в России, в первую очередь, связано с тем, что все предприятия из разных отраслей, для них характерны разные уровни развития, разные уровни готовности и зрелости. Зрелости с точки зрения, опять-таки, развития и готовности к изменениям. Некоторые очень консервативны и считают, что все, что происходит, это будет, ну, скажем, промышленная революция нескоро, пройдет мимо нас, нам хватит за дело, которое есть. У нас, вообще говоря, устойчивое такое положение, и эта ситуация очень такая тяжелая. То есть, можно просмотреть тот момент, когда внешние условия, внешняя среда, в том числе конкуренты, конкурентная среда, начинает быстрее меняться, чем меняться, приспосабливаться, адаптироваться структура организации, бизнес-процессы в организации, и, наконец, бизнес-модели, которые применяют эту организацию. Вот это вот опасный очень момент, то есть, точка бифуркации, когда фактически мировое окружение, глобальная среда начинает убегать вперед. И там, соответственно, просмотрев этот момент, не поймав уровень развития и темпа развития, можно просто, что бы ни делать, продолжать заниматься предыдущей деятельностью, но каждый день отставать от мирового развития. Вот это вот очень опасный тренд, который мы наблюдаем. Есть некое самоуспокоение, нас это не коснется, но промышленная революция на то, и промышленная революция, что она спрашивать не будет, готова или не готова, можно стартовать или нельзя стартовать. Она уже идет по разным направлениям, с разной интенсивностью, но достаточно быстро и стремительные изменения происходят. Следующий момент, это, конечно же, для России очень типично, это разные бизнес-модели, подходы в гражданском секторе и в оборонно-промышленном комплексе. Особенно это будет тяжелой проблемой, трендом, актуальным для России, проблемой. Как раз в случае попытки нам надо решать эту задачу, к 2030 году все предприятия оборонно-промышленного комплекса, задачи поставленные президентом, должны быть готовыми 50% выпускать гражданской продукции, 50% оборонной продукции, военной продукции. Подчеркну, глобально конкурентоспособные. Или в одном из выступлений было уточнение, что достаточно быстро перенастраивать, переналаживать производство, переходя с выпуска гражданской на военную и так далее. Ну и разоставляя акценты в выпуске продукции. Ну и с того, что просматривается, безусловно, конечно же, останутся основные технологии. Это цифровое проектирование и моделирование, особенно в свете смещения центра тяжести конкурентоспособности на этап проектирования. Конечно же, для ускорения получения результатов, все большую роль, особенно в решении сложных задач, будут играть высокопроизводительные вычисления, суперкомпьютерные технологии. Безусловно, новые синергетические эффекты повлечет с точки зрения конкурентоспособности продукции объединения цифрового проектирования, моделирования и аддитивных технологий, аддитивного производства. Стимулируя, соответственно, технологии оптимизации в проектировании. Тогда будет у нас, уже сейчас, у нас много примеров, когда создаются элементы конструкции, конструкции с помощью аддитивного технология. Притормаживает этот процесс отставания нормативной базы. Но, тем не менее, эти вопросы рано или поздно будут решены. И тогда, конечно, в лидерах окажутся те, которые успели обеспечить конвергенцию цифрового проектирования и аддитивных технологий взаимное проникновение и получение нового класса конструкций, обеспечивающих лучшие характеристики по весу, минимальный вес, по прочности, по жесткости, долговечности, вибрациям и так далее. Конечно же, когда мы говорим про конструкции, машины, приборы, мы не должны забывать о материалах. Здесь и композиты, здесь и аддитивные технологии имеют в виду металлопорошки. И здесь, конечно, метаматериалы, когда мы будем фактически одновременно проектировать и конструкции, продукцию и материалы, из которых они сделаны. Я здесь имею в виду и ячейстые материалы, и пенистые материалы, и любые другие материалы, например, с анизотропными характеристиками, и функционально-градиентные материалы, покрытие и так далее. Конечно же, нужно особое внимание обратить на большие данные, но я бы отметил Smart Big Data. То есть нужно уделять особое внимание, чтобы не генерировать лишних данных, но, соответственно, хранить, обрабатывать, защищать и так далее, передавать. Так и, соответственно, иметь дело как можно больше, так называемый, Smart Big Data, умными Big Data. То есть именно их данных должно быть столько, сколько нужно для обработки. И они должны быть в необходимое время, в необходимом месте, в необходимом объеме, это очень важно, доставлены или обработаны тогда, когда это нужно. Это вот будет тоже одним из ключевых моментов. Все то, что передовые технологии названы ключевые на ближайшие, ну, конечно, ни всякого сомнения, значит, промышленный интернет, вот, они породят, уже породили такие технологии ключевые для четвертой промышленной революции, как цифровые двойники и цифровые тени. Цифровые двойники, я бы выделил, конечно, два здесь, в первую очередь, направления. Это цифровые двойники объектов, реальных объектов продукции, цифровые двойники производства. Когда производство у нас состоит из разных операций, это могут быть штамповка, это может быть металлообработка, фрезерование, это может быть сварка и так далее. Сборка, та же самая, виртуальная, например. И когда уже пошел процесс эксплуатации изделия, вот здесь вот как раз датчики промышленный интернет, smart big data играют ключевую роль. И, соответственно, здесь уже у нас сформулируется цифровая тень. Ну а цифровые двойники показывают, а где у нас критические зоны, где разместить и какие разместить датчики, для того, чтобы получить за счет минимального набора, скажем, датчиков, максимальный объем содержательной информации. И его обработать, и послать опять-таки на цифровой двойник информацию, которую мы получили, с тем, чтобы он с каждым циклом эксплуатации продукции становился бы умнее. Ну, здесь все те же направления, они известны, они так иначе связаны. Единственное, что я бы отметил, что все, что связано с цифровым проектированием, моделированием, высокопроизводительным вычислением, будет пронизано в тольной форме, скажем, искусственным интеллектом. Я бы говорил здесь в первую очередь об интеллектуальных помощниках, которые будут помогать генерировать различные варианты, конструктивные варианты, существенно, более интенсивно, то есть с высокой производительностью, чем это может делать конструктор. Уже сейчас мы имеем примеры, когда мы генерируем варианты, проектируем за грани интуиции, опыта, знаний генерального конструктора. Это все делается с помощью интеллектуальных помощников. Более того, чрезвычайно важно, что интеллектуальные помощники нам позволят, вообще говоря, снизить человеческие факторы, риски, то есть управлять рисками. Это чрезвычайно важно для генерации конкурентоспособной продукции в кратчайшие сроки. Понятно, что кастомизированные, понятно, что востребованные на рынке. Мое глубокое убеждение, что лидером с точки зрения, глобальным лидером, драйвером всех процессов является мировой автопром, в связи с тем, что это самый большой динамичный рынок, более 100 миллионов единиц продукции выпускается ежегодно. Здесь он самый, скажем, интеллектуально емкий, то есть автомобили премиум класса насчитывают до 100 миллионов срок программного кода. Здесь происходят самые серьезные изменения, в первую очередь, связанные с электротранспортом, с подключенным транспортом, с беспилотным транспортом. Движение в этом направлении есть. Поэтому я бы назвал лидеров, конечно, в премиальном сегменте, это ограничивость двумя, скажем, BMW и Dahmer Mercedes. Дальше это, конечно, холдинги, конгломераты. Это General Electric, это, ну, понятно, что и турбины, это и авиационные двигатели, и ветроэнергетика и так далее, и так далее. И такой же, значит, в Европе, скажем, в Германии, транснациональный холдинг, это Siemens, безусловно. Ну и с точки зрения, естественно, как наукоемкая область, это если иметь в виду, конечно же, и гражданский сектор авиастроения, аэроспейс правильно называть, то есть неразъединенные у нас авиации, космос, это и гражданская, и оборонная сферы, это, конечно, назвать надо Аэробас, это Boeing, это Lockheed Martin. Вот, конечно, вот эти компании, в первую очередь, я думаю, они лидеры. Опять-таки, вспоминая с того, чего я начал, это, конечно, усложнение, и в первую очередь увеличение наукой емкости продукции высокотехнологичной, то вот эти компании, корпорации, выпускающие, разрабатывающие, выпускающие на рынок высокотехнологичную наукой емкости продукции, они, безусловно, будут задавать темпы, несмотря на то, что они большие, корпорации, тем не менее, но лидерство, я думаю, что они приложат все силы для того, чтобы его не упустить, тем более, что мы знаем уже примеры у лидеров мирового автопрома, когда они уже более как 10 лет изменили бизнес-модели, и фактически половина бизнеса у них находится в цифровых двойниках, как продукции, так и производства, что позволяет, вообще говоря, достаточно быстро запустить новый процесс по выпуску новой продукции. Вот это, безусловно, значит, будет присуще всем компаниям лидеров. То есть, кто быстрее генерирует цифровые двойники продукции и производства, тот будет побеждать в конкурентной борьбе. Спасибо, желаю успехов участникам форсайт-сессии, очень с интересом познакомлюсь с материалами, с результатами форсайт-сессии в Рыбинске. Всем удачи, успехов, спасибо. Продолжение следует...